всем добрый день сегодня мы гуляем по светлогорску начинаем свою прогулку от вокзала от станции светлогорск-1 поскольку мы здесь в районе этой станции базируемся раньше она называлась раушен орд прогуляемся от станции светлогорск-1 до моря примерно этот путь займет у нас 40 минут так давайте начнем через богатырскую аллею дойдем до старой липы пересечем калининградский проспект и поднимемся центр светлогорск а там выберем какой он спуск к морю там много спусков к морю выберем самый красивый и спустимся по нему на променад вышли на богатырскую аллею когда-то какой-то добрый человек здесь сделал и установил коложень деревянные скульптуры богатырей но плохие школьники взяли и их все поломали скульптуры не остались а название аллеи сохранилась таким образом добрый человек скульптуры которого плохие школьники поломали все равно остался в памяти светлогорчан вот здесь старое замощение на такие плиты старые и вообще интересно когда это все было вымощено вот это же старые плиты а новые дорожки они уже маленькой плиточкой вымощены здесь такое получается старое мощение ну и по богатырской аллее от вокзала до озера тихого ходьбы минут всего-то 10 наверное сейчас если прямо то на калининградский проспект а если немножко левее только озеру и клипом идем к озеру и клипом а по пути озера тихого там несколько парочку вилл посмотрим которые попадутся как раз по ходу сейчас как раз кресеньки выйдем же которая спускается старым которые пока еще живые эти липы вот не дай бог погибнут и не будет у светлогорска такой достопримечательности даже как старые старые липы сколько этим гипом четыреста 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 уже видно уже озеро тихая слева кусочек а за белым домиком старые липы дошли до озера тихого старый мельничный пруд с которого начинался курорт светлогорска а 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 Памятник живой природы, всероссийское значение, и по возрасту 450 лет, находится под охраной всероссийской программы деревья памятники живой природы Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Озеро Тихое. И пойдем сейчас через Краский аспект. Зашли к озеру Тихому, мимо Липп, идем по набережной и теперь будем пробираться, наверное, по улице Гагарина. Перейдем к Ленинградскому, опа, сейчас нас зацепят, и будем подыматься к морю, к центру, а потом спускаться к морю. И по пути вот здесь, да, видим вот такую виллу через Калининградский проспект, которая называется Гостевой дом Генриха, которая была построена, ну, ее часть скрыта деревьями, Башенка и Шпиль, виден гостевой дом Генриха. Первые гостевые дома начинали строиться именно здесь, около озера Тихого, не на море. И в 900 году началось постепенное только перемещение курорта в сторону моря, в верхний мир, как они говорили, на вершину дюны. В Нижнем мире, у Мельничного пруда тоже начинаются перемены в начале 20 века. Расширяется главная улица Дорфштрассе, которая сейчас Калининградский проспект. И семья Глаги, проживавшая с 19 века в Раушене, занимавшаяся продажей гуля, как раз в 1907 году возводит рядом с деревенской площадью Мельничного пруда большой гостевой дом Генриха и ориентируется на прием отдыхающих. На втором этаже, с такой красивой восьмигранной башенкой, располагалась квартира семьи. Слева гостиничные номера, справа большой магазин колониальных товаров, чай, кофе, какао. И до сих пор в этом доме внесут магазины, сейчас уже одежда. В 1935 году перед гостевым домом Генрих появляется небольшой скверик с фонтаном. После войны в магазине открывается столовая номер один, работала до 90-х годов и пользовалась большой популярностью у жителей Светлогорска. И до сих пор до наших дней местные жители называют иногда этот дом первая столовая. А в наши дни большую часть здания занимает детско-юношеский центр. Светлогорска и немножко социальные службы. Пойдем через Калининградский проспект. Как раз мимо дома Генриха. Вот он такой вблизи, дом Генриха. Два этажа. И башенка. И пойдем на улицу Гагарина. Будем подниматься в центр Светлогорска. Очень уютная пешеходная улица. Крутой подъем наверх в Дюну. И слева и справа новые жилые дома. Есть и старые особнячки. Есть и заброшки. Очень уютная улица. Очень уютная улочка. Вот такие дома сверху. Жилые. АПЛОДИСМЕНТЫ В Дюны. Вот так видим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И новые виллы, построенные в стиле соответствующем, но уже новоделы. Мы сейчас выходим с пешеходной части улицы Гагарина и уже сейчас приближаемся к центру города. Одна из красивейших вилл на улице Гагарина, вилла Розенхаус, вилла Рос. Она была возведена на участке, где прежде находилось здание старого летнего отеля, Балтийское море. А в начале 20 века вилл убывает ательер Кустов Гэм, чья семья владеет Курхаусом и отелем Дюна в Светлогорске. И где-то в 20-х годах старое деревянное здание отеля Балтийское море было демонтировано. Оно, видимо, уже не отвечало требованиям гостей развивающегося курорта. Комнаты без удобств, без отопления, возможность отдыхать лишь в короткий летний сезон. И в 25-м году здесь появилось новое здание – вилла Рос. И владельцами новой виллы являлась самая влиятельная в Раушене семья – Порш-Оссекель-Кэмп. И здание виллы является прекрасным образцом приморской архитектуры 20 века. Особым украшением стали черепичная шатровая крыша, лоджии, всевозможные формы окон, нависающий лесной балкон, выступающая башенка лестничного марша и декоративные резные ящики для цветов. Можно предположить, что оригинальная входная дверь виллы была изготовлена в студии родственника Хенрика Постсекель, где выполняли столярные изделия по индивидуальным, не повторяющимся чертежам. Дом математика Гилберта. Вот он вот так вот сейчас еле виден, дом математика Гилберта. И вот такой новострой перед ним, который уже выходит на улицу Гагарина. Вот все закрыли. И пошли снова по Гагарина. А вот в таком домике, как дом математика Гилберта, оказывается, сейчас живет шесть семей, как жилой дом. И шесть семей пытаются его самостоятельно приводить в порядок, хотя на доме висит табличка, выявленный объект культурного наследия. Но дом рушится, и несмотря на то, что это объект культурного наследия, перед ним строят вот это новое кирпичное здание, которое закрывает его с улицы Гагарина. А мы подошли как раз на угол, выходим на угол улицы Гагарина, которая дальше уже ведет к морю Кентарь-Холую, к морю, и улица Октябрьская, которая ведет к водонапорной башне Раушина. Здесь на углу как раз рыбак Раушина. Рыбак Раушина раньше был не здесь, но мы потом посмотрим, откуда его сюда перенесли. Длинная история и множество владельцев. В начале 20 века земельный участок был приобретен строителем от Толунау. И в 1910 году на ведущей к морю прогулочной улице от Толунау открывает летний отель Волдес Раунда, опушка леса. Около 1925 года отель приобретает предприниматель из Гамбурга, Вилли Хартман. Он принимает решение сделать этот отель круглогодичным. Укрепляет здания, проводит обновления интерьеров, тогда открывает при отеле ресторан. И вскоре изменяется и название. Теперь отель имендуется ресторан. Через несколько лет он открывает большой ресторан на морском променаде. Супруги Хартман являлись членами общества благоустройства Раушина и вкладывали большие деньги в благотворительность. Его жена содержала дом отдыха для престарелых учительниц, который пользовался большой популярностью в дам. В 1945 году официальные власти разрешают гражданскому населению покинуть Раушин, но фрау Маргарет отказывается покинуть своих пожилых постояльцев и супруги Хартмана остаются в Раушине. Последнее письмо, которое получил от матери сын Гюнтер, датировано 2 февраля 1945 года. После войны супруги находились в плену и смогли покинуть Восточную Пруссию в 1948 году. Гюнтер Хартман попал в американский плен и с 1952 года жил в США. Он хранил меню из отеля бережно, который принадлежал его родителям, и фотографии, которые удалось ему сохранить. В курортном Раушине в Светлогорске с 1947 года это здание обрело новых хозяев. Отель стал одним из корпусов санатория Министерства здравоохранения РСФСР. Был оборудован зал лечебной гимнастики в ресторане. Ну а в 2015 году санаторий был расформирован, здания корпусов были проданы. И несколько лет здание по мелким помещениям отдельным сдавалось мелким предпринимателям. И отель требовал большого ремонта. В 2015 году, в 2015, у здания появился новый владелец и начал его восстанавливать. И завершение восстановительных работ было в феврале 2020 года. И оно, это здание, безусловно, является примером очень ответственного отношения к сохранению архитектурного ансамбля курорта. В отличие от дома, виллы, математика Гилберта. Пойдем дальше по улице Октябрьской, а там уже найдем своротку к морю. Свернем к морю по самому красивому спуску. И по улице Октябрьской как раз мы пройдем мимо Лиственничного парка и мимо водонапорной башни Раушена. Еще раз отель Хартман. Идем по улице Октябрьская. И пытаемся найти виллу Горный замок. По адресу Октябрьская, 5. И, letzte раз, к примеру. Идем на другую сторону. Его горный замок, она сейчас находится на реставрации. После Первой мировой войны виллу приобрел новый владелец. В начале 30-х она получила звучное имя Бергшлосс, горный замок. Вот виллы на прогулочной улице, бывшая, сейчас Октябрьская, именовались весьма живописно. Навесной замок, Попушка Леса, Иловый двор, горный замок. После Второй мировой войны вилла вошла в комплекс санатория номер 3, санаторий профсоюзов Светлогорска. И являлась основным спальным корпусом для отдыхающих. В 2015 году после ликвидации санатория здание приобрел новый владелец, частное лицо. И в 2018 году начались работы по восстановлению облика виллы, некогда носившей имя горный замок. Еще забор строительный здесь. Там уже видно новая керамическая черепица, отреставрированные деревянные элементы. И восстановление виллы продолжается сейчас. Сейчас мы пройдемся еще вперед по улице Октябрьской. Горный замок вилла это Октябрьская 5. А мы идем дальше, в сторону Лиственничного парка. И по пути здесь еще одна красота, которую мы... А дальше идем смотреть виллу Лесной замок на Октябрьскую 9. И мы фактически дошли до Лиственничного парка. И вилла Горный замок, она находится, выходит фасадом в Лиственничный парк. Мы сейчас в него зайдем. По Лиственничному парку. Вот такой здесь небольшой приятный Лиственничный парк напротив. В котором раньше стояла скульптура Германа Брахерта, несущая воду. Но об этом, когда будем в Отрадном. А вот это мы подошли как раз к вилле Лесной замок. Рядом с горным замком должен быть Лесной замок. Вилла Лесной замок. Она, конечно, не так отреставрирована. Мягко говоря, вообще не отреставрирована. Как отель Хартмана и вилла. Горный замок. Но, наверное, до нее дойдет время. Такой живописный фахверк. Здание у Лиственничного парка. Декоративные формы, которые использовались главным образом в сфере строительства загородных вилл. Деревянные конструкции. Рамные пансионат Волтшлосс. Лесной замок. Был построен в первые годы 20 века. Рядом с Лиственничным парком и прогулочной улицей, ведущей к морскому берегу. На крыше пансионата была оборудована башня, где размещались ретранслятор и антенны. Владельцы пансионата Лесной замок, братья Павловски, открыли при нем большой ресторан с летним кафе «Вид на лесной замок». В послевоенное время башню демонтировали. Керамическую черепицу заменили на шифер. На коньке установили предконечную звезду и отдали здание профсоюзному санаторию «Светлогорск». А в помещении ресторана сделали столовую санатория. После закрытия санатория, после очень долгих лет запустения, здание было продано в весьма плачевном состоянии новому владельцу. Но, по имеющейся информации, новый владелец готовит проект реставрации и дает надежду это, что будущие поколения жителей курорта смогут полюбоваться уникальной исторической архитектурой старого пансионата Лесной замок. Возвращаемся из лиственничного парка на улицу Октябрьская. И уже пойдем в сторону моря. И справа у нас остается лиственничный парк, в котором раньше стояла скульптура Германа Брахерта «Несущая воду». А сейчас на этом месте, где стояла скульптура, можно видеть просто... Вон там в центре парка видна оградка небольшая. Скульптуры нету, потому что скульптура несколько раз подвергалась вандальному отношению со стороны туристов и жителей Светлогорска. На ней что-то писали, ей красили губы. Последний раз её запачкали чернилами, по ней пошли трещины. И приехавший сюда московский архитектор написал гневное письмо Министерства культуры, после чего «Несущую воду» – вот оградка. Вон там у нас по центру аллеи картонное место скульптуры Брахерта. А скульптуру Брахерта перенесли в музей Германа Брахерта в Отрадном. Там её восстанавливали около двух лет. И сейчас она стоит внутри, в доме музея Германа Брахерта. Здесь была поставлена копия, но копию потом тоже убрали. Она стоит сейчас в музее искусств. И делают следующую ещё одну копию, которую собираются здесь поставить. А мы подошли к символу Светлогорска водонапорной башни. Светлогорска водонапорная башния Германа Брахерта. В общем, те, у которых мы остановились. Но мы сейчас пойдём к морю. А в водонапорной башне Раушена сейчас находится один из корпусов военного санатория. Водонапорная башния Германа Брахерта. Водонапорная башния Германа Брахерта. По проекту архитектора Отто Вальтера Кук-Кука. В стиле национального романтизма. Служила для снабжения Раушена водой. Германа, там же съёмки ведут, но? А вода бралась из источников умельничного пруда. И в водогрязи лечебницы можно было принять уже тогда тёплые морские ванны. В 1978 году барышню украсили солнечные часы. Работы светлогорского художника Фролова. И мозаика. Часы на променаде. Тоже его работа. Объект культурного наследия. И пойдём дальше по улице Октябрьской. Она выводит нас прямо к морю. Она выводит нас прямо к морю. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Компу. Улица Октябрьская вывезет нас сейчас. К самому красивому спуску, к Светлогорскому променаду, мы по нему как раз выйдем к морю. А сейчас мы вышли на пересечение улиц Октябрьская и Ленина. Ленина самая шумная и всегда забита туристами. Здесь очень много разных кафе. Здесь много разных магазинчиков. Здесь в основном продается вся сувенирка. Мы сейчас пересечем улицу Ленина и пойдем на самый красивый спуск к морю. Идем дальше по улице Октябрьской. И в начале спуска мы уже видим море. И начинается пешеходная часть. И разворачиваемся к морю. Как раз этот спуск вывезет нас к нимфе Германа Брахерта. Спуск нимфа и кафе. Нимфа рядышком находится. Но кафе это не важно. А важно, что мы сейчас выйдем вот по такому живописному спуску. Мощеному, старому. Как раз к скульптуре нимфа Германа Брахерта. На променаде нимфа оригинальная стоит. Ее пока на копию не заменили. И не заменяют, как в случае с несущей воду в Лиственничном парке. Но эту нимфу тоже уже с ней все фотографируются. Ее уже со всех сторон обтерли. Бедную эту нимфу. Поэтому музей Германа Брахерта сражается за то, чтобы оригинал убрать с променада. И тоже перенести его в музей. А на променаде поставить копию. Но пока на променаде стоит именно оригинал. Но оригинал этой нимфы в свое время пострадал очень сильно. Где-то в 60-е годы во время сильного шторма на море были такие волны, что они захлестывали на берег. И скульптура была смыта просто во время шторма. Она находилась долгое время в воде. По разным свидетельствам. Хотя это было недавно, вроде в 60-е годы. Но свидетельства разнятся. И по разным свидетельствам она то ли несколько недель, то ли несколько месяцев находилась в воде. Ее долго искали. Нашли, потом восстановили и поставили на то место, на котором она сейчас стоит. И позже светлогорский художник Николай Фролов сделал на фоне нимфы мозаичную раковину. И сейчас нимфа стоит на фоне огромной мозаичной раковины. Ну, она сделана в одном стиле со светлогорскими солнечными часами. И как бы составляет такой единый ансамбль. А мы спускаемся по этой крутой дорожке. Вон она там продолжается еще внизу. Вот такие у нее завороты. Вот такой крутой спуск. По улице Гагарина мы подымались, подымались. А сейчас мы быстро с этой дюны спускаемся. Со светлогорской дюны спускаемся к морю. Вот она спуска. Спусков к морю в Светлогорске несколько. Вот этот самый живописный. Есть еще спуск. Такая местная потемкинская лестница. Широкая к светлогорским часам мозаичным. Недалеко от Янтарь-хола. И есть несколько железных лестниц. Можно по ним спускаться к пляжам и к променаду. Все, выходим к морю. Кафе Нимфа и скульптура Нимфа. Спустились к Нимфе Германа Брахерта. Тоже один из символов Светлогорска. Ну и напротив Нимфы Алтийское море, к которому мы и шли через весь Светлогорск от станции Раушен-Орт или Светлогорск-1. На этом на сегодня заканчиваем. Всем до свидания. Всего самого хорошего.